Второе. Если август, сентябрь, с половиной октября стоят без дождей, а как говорят, сухая почва глубже померзает, тоже не поливать. У нас в Татарии глубина промезания 7 сантиметров. Вы знаете, это прилично. Так вот, на Илья из Казани, что хочу сказать. Значит, опасен, или так, дожди есть, деревья приспосабливаются к сырой почве. Им личная влага вредна. И они не сбрасывают листву. Она испаряет эту влагу. Он как носа сработает. Но главное, войти в зиму нормально. Не сильно сыро и не сильно сухо. Мы не знаем практически, никто нам не докладывает, так уж получилось, что верховые корни для еды, вот эти корни, ну, проходили глубинные, для того, чтобы... Не надо ему ни дожди, не нужна им ваша эта самая, насос самая, который кубометр в минуту качает, вот. Он достает влагу, а она есть всегда там. Даже если до, считается там, даже с 20-30 метров до воды, он там все равно влажная почва. И оттуда он берет не влагу, а берет солевой, минеральный, минерально-солевой раствор. Тот самый, который не замерзает даже в 40 градусов. Ведь что такое дерево? Это тот же, мы говорим, мы состоим из воды. Да, мы состоим из воды. Но есть маленько, если труп взять, там, извините за такое посмотрение, но у него другого не приходит к голову. Жечь его, посмотреть, осталось горское пепло. Остальное все было это, или влага, или органика, которая опять из влаги состоит. И точно так же и дерево. Ему нужен незамерзающий раствор. Когда вот она сухая почва, а лист не сброшен, нельзя поливать. Я уже более конкретно говорю. Но вот уже совсем лист сброшен, а бывает рано сбрасывает. Почему? Готовится. Но готовится как? На своей исторической родине дерево знает, у него миллионы лет опыта, что не угадало, то и замерзло, и то и погибло. А что угадало, то живо. И это откладывается в генной памяти. Сюда, в Сибирь, переезжают. Лето короткое, зима. У вас татарьи тоже не так, не сильно далеко от нас ушли. Конечно, у вас климат более мягкий. Но все-таки для вас те же яблони и абрикосы сливы, они тоже эмигранты. Вмешиваться крайне опасно. И вот получается, лист стоит, не трогайте. Когда лист упал, им уже дерево стоит обнаженное, голое. Она сохраняет, без листьев, она сохраняет ту влагу, которая в том моменту почвы и у нее внутри. Это тоже, так сказать, цифра неопределенная. То есть, она может быть более влаги в корпусе, как сказать, в организме дерева. А может быть меньше. И уже в крайнем случае, я знаю только такой случай, они крайне редко. Это когда вот была Украина. Когда там действительно, что было, то был 2002 год примерно. У них, наша Юг России и север Украины, у них высохло все. Ручьи, колодцы, озера. Лето и зима пришла, и не было вообще. Погибли озимые культуры. Все погибло. Они же не помнят, как Путин им посылал эшелоны зерном. Уже после того, когда она, Украина стала незалежной. Вот такая беда, и все, эшелоны пошли. Кто об этом помнит? И вот получается, в таком случае, уже надо бы полить. Другое дело, что когда они пробовали поливать, у них оказалось, что воды-то нет вообще. Колодцы пустые. Вот такие крайности. А там уже вы крутитесь, как хотите. Дожди надо собирать. Каждая капля с неба должна с помощью этих самых жалобков собираться в эти бочки, бочки, бочки. Вот тогда вам это не будет дожить. Вот такой у меня, как его назвать, такой, я бы даже сказал, эмоциональный ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.